МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие любители прекрасного! Какие бы события ни происходили в нашей жизни, и какие бы страсти ни бурлили вокруг нас, события искусства и культуры никогда не теряют своей актуальности. В эфире Арт-Лайф, с вами Оксана Шостак. И сегодня в программе... Режиссер Алексей Ракульцев снова замахнулся на классику. Театральная студия «Луч» готовится к новой премьере. На этот раз актеры сыграют в комедии «Женитьба Фигара». Еще одна победа, веселуха, узоры Ямала и вдохновение стали лауреатами в окружном конкурсе творческих самодеятельных коллективов. Победителей поздравила лично. В рубрике «Арт-Личность сегодня» участники стендапа Евгений Лангипас Кожевин, Рамис Ахметов и Талгат Ким Кожахметов. В Муравленко они дали юмористический концерт с самыми смешными моментами. Поделюсь и с вами. Музыкальная комедия «Женитьба Фигара». До премьеры остается чуть больше месяца. Это будет самый большой спектакль из всех поставленных режиссером Алексеем Ракульцевым. Репетиции идут полным ходом. Костюмы закуплены, декорации создаются, музыка и аранжировка написаны. Актеры вживаются в свои роли. Музыкальный спектакль обещает быть ярким, масштабным и запоминающимся. Еще бы! В игре задействованы такие талантливые актеры. Да, они любители, но все влюбленные в театр настолько, что ничуть не уступают профессионалам. Вам приглянулась одна из тех особ, которая семенит, опустив глазки, отставив локотки назад и слегка покачивая бедрами, аккуратным движением пальца прислоните к губам. God damn it! Она даст вам звонкую затрещину! Нет, ну значит поняла! Николай Томанов, он же Фигара. Его персонаж саркастичен, но с оптимизмом смотрит на жизнь. Фигара свято верит в то, что удача всегда на его стороне. Кстати, автор пьесы Пьер-Агюстен Каран де Бомарше вложил в образ Балагура несколько собственных черт. Сходство с персонажем видит и Николай, поэтому ему не так сложно вживаться в эту роль. Были попытки другого образца, скажем так. Какие-то новогодние утренники, спектакли, но это совершенно другое. Это какой-то новый мир для меня, что-то новое, что-то интересное. Очень-очень нравится и с удовольствием принимаю участие в этой постановке. Актерский состав Фигара большой, 12 человек, и это не считая массовки. Многие на театральных подмостках играют впервые. К примеру, наш коллега Иван Воронцов. У него роль старого брюзги доктора Бартола. Это очень необычно, это интересный опыт. Когда я попал сюда и начал себя пробовать, сначала было, не сразу нашел свое место, возможно, не смотрел. Но со временем втянулся, сейчас даже получаю удовольствие. Спектакль будет в два действия. С антрактом порядка двух с половиной часов. Поэтому репетиции идут практически ежедневно. Благо, большинство профессионалы, большинство уже опытные актеры, а часть из них вообще работники Дома культуры. То есть для них сцена – это нечто не новое. То есть они буквально живут на этом месте. Постановка очень тяжело идет на самом деле, потому что объем очень большой, и очень сложно все это уложить в своей голове и сделать так, как надо. Ребята стараются изо всех сил, но времени на это уходит очень много. «Женитьба Фигара» – спектакль грантовой. Компания «Газпромнефть-Муравленко» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» выделила 70 тысяч рублей. На них закупили костюмы. Помогла с финансами и городская администрация. В рамках инициативного бюджетирования на спектакль выделила почти 170 тысяч рублей, которые пойдут на декорации и музыкальное оформление. Премьера спектакля состоится 25 января и станет отличным подарком для муравленковцев в начале Нового года. Не пропустите! Отличное подведение итогов творческой деятельности 2018. Народная веселуха, яркие узоры Ямала и неугасающее вдохновение стали лауреатами на окружном конкурсе творческих самодеятельных коллективов. Награда была неожиданной для наших участников, ведь на конкурс поступило более 90 заявок со всего Ямала. Форма проведения конкурса заочная. Идея дать возможность творческим коллективам дистанционно, несмотря на территориальные и материальные барьеры, показать профессиональному жюри свое творчество. Ансамбль народной песни «Веселуха» представил две песни. Народное творчество образцового коллектива – украшение любого городского мероприятия или концерта. Их талант высоко оценила и жюри конкурса. Борьба была очень тяжелой, но я удивилась, конечно, когда «Веселуха» заняли лауреат. Ансамбль танца «Узоры» Ямала – настоящая гордость города Муравленко. Современному направлению, в котором они работают, не изменяют. Хореографический почерк балетмейстера Нины Медюсевой можно узнать сразу. Ярко, стильно и динамично. Они не раз становились победителями в конкурсах и фестивалях различного уровня. Достойно представили город и в этот раз. Вы знаете, участие в окружных конкурсах – это очень ответственно, это очень сильный конкурс, потому что в округе хорошие, сильные коллективы именно в современной хореографии. И для нас, конечно, это было большой неожиданностью, что мы стали лауреатами. О творческом пути вокального ансамбля «Вдохновение» можно написать целую книгу, ведь они почти ровесники города. 30 лет на сцене. Сейчас вдохновение. Я думаю, что мы стараемся не только придерживаться ретро-репертура, но и немного стараемся, даже не стараемся, а креативим. Поэтому мы пробуем себя в разных направлениях. А потом сейчас очень много появилось ковер-версий, известных произведений. Поэтому это всегда интересно, это достаточно сложно. И нужно иметь очень большие знания стиля и особенностей всевозможных для того, чтобы сделать ковер-версию круче, чем был оригинал. В 2018-й для ансамбля стал плодотворным. В этом году «Вдохновение» завоевал гран-при конкурса «Дорогами поколений». А в окружном заочном конкурсе творческих самодеятельных коллективов они взяли лауреатов. Когда я прочитала очень большой отчет о конкурсе, который прошел в Салихарде, и для меня было открытием, что ли, гордостью, своеобразным таким итогом, что среди 53, прошу заметить, творческих коллективов всего округа «Вдохновение» стало первым. Просто для меня это было открытием и гордостью, наверное, каким-то определенным итогом. Я желаю дальнейших творческих успехов нашим артистам. Пусть следующий год будет таким же плодотворным и успешным. А сейчас немного юмора. В нашем городе с концертом выступили стендаперы. На протяжении двух с половиной часов они заряжали зрителей хорошим настроением. После выступления мы пообщались с юмористами. Итак, арт личности сегодня. Евгений Лангипас Кожевин, город Омск, Рамис Ахметов, Москва, и Талгат Ким Кожахметов, Муравленко, Тюмень. Смотрим выступление, покажу самые приличные шутки. Знаете, когда я, ну, оказался в женах, я понял, что ты можешь быть виноват, даже если не на косячку. Я недавно просто проснулся и уже виноват. Я у жены спрашиваю, что случилось? Она говорит, а ничего не случилось. Да я говорю, ну серьезно, серьезно. Я только в обед узнал, она мне говорит, мне приснилось, что ты мне сегодня ночью изменял. С четырьмя девушками. Нормально, да? Ей приснилось, а я виноват. Не, ну я в этом смысле тоже хорош, подбавил масло в огонь. Я говорю, а одна временно с четырьмя? Просто было важно понять, насколько я хорош в ее знаю, да? Ну если такая ситуация уж пошла. К вечеру ситуация, знаете, уже утихомирилась. Сидим за ужином и говорят, ну ладно, я уже на тебя не бежаю, все нормально. Я уже на тебя не обижаю, все нормально. Типа, с барского плеча скинула, типа, я на тебя не обижаю, все нормально. Ты не виноват. Обожаю музыку, но у меня было достаточно странное такое начало моей музыкальной карьеры. Дело в том, что меня мама в детстве отдала петь в русский народный хор. Вот это лицо. В косоворотке. Стояло и... Калинка, малинка, малинка моя... Да, я очень старался, но, по-моему, мне не особо верили. Не знаю. У нас был очень такой странный русский народный хор в Омске, где из мальчиков были Василий, Рамис, Азамат и Эрик. И, казалось бы, ситуацию должен был спасать Василий, но он был бурят из истории Талката. Именно тот город, да. Потом я понял, что что-то не так, да, я сам по национальности тоталин. Я говорю пацанам, надо было на афише не говорить, что что-то финалистка, мне не надо было написать. Рамис Ахмедов. А, Тармалай. В тюбетейке меня, там, участник. Ансамбля, у Мрзая. Все, в полный зал бы собрался, да. Дуслава пришли, да. И вот едешь в такси, там, машине, да, навигатор, там, какой-то скучный голос тебе объясняет дорогу, было бы. Подумал, классно Еву больно послушать. И именно такой, знаете, женский автомобильный навигатор, чисто для девчонок. Поверните налево Или направо Ведь ты королева, ты имеешь право Пусть крутой поворот ждет впереди Но ты плачь, плачь Иди, иди В чем особенность стендапа? Мы пытаемся достучаться до каждого зрителя через одинаковость восприятия мира. И самая большая сложность, когда ты не попадаешь. Мы всегда черпаем вот это вдохновение из чего-то реального. Не всегда это 100% попадание, но подоплека всегда есть. Но могу сказать абсолютно точно, что... Все основано на реальных событиях. Да, и это безусловно так, потому что Женя вот, например, разведенный человек, вот, и он знает, когда вот про семью, значит про семью. В этом смысле, Женя в этом плане, он у нас самый опытный комик. А что касается нас, например, мы, да, какие-то вещи черпаем в действительной семье, потому что в какой-то момент это становится главным мотиватором для юмора. А вы все из КВН? В стендап приходят все из КВН? Не все, но мы из КВН. Мы, да. Мы еще старые. Но мы не можем говорить за всех. Сейчас уже появляется новое поколение стендаперов. Это не панацея, не факт, что вот такая именно цепочка идет, ты был в КВН, потом попадаешь в стендап. Нет, не обязательно. Иногда бывает наоборот, иногда бывают абсолютно параллельные курсы. Это не обязательно играть в КВН, чтобы выступать в жанре стендапа. Ты раньше здесь выступал? Да, он выступал. Во времена школьного КВН. Был школьный КВН? Да, был школьный КВН. Он бывает еще и непредвзят. О, в отличие от... Окей, он так. Ну, какие чувства ты испытывал? Банальный вопрос, конечно, но вот все-таки. Ты был здесь, выступал здесь, когда был совсем... Ну, вот я, честно говоря, на самом деле, что касается именно сцены, было такое достаточно спокойное чувство. И было ощущение, что я дома нахожусь. Но вот, например, когда я только заехал в город, были чувства очень такого ностальгического характера. Я рассказала и показала вам все самое интересное. Включайтесь в культурную жизнь города вместе с ArtLife.